Рубцовская полиция Молодежный форум «Карьера.ру» пройдет в Алтайском крае, информирует Политсибро. 17-19 октября в Барнауле пройдет молодежный профориентационный форум. К участию в нем приглашают студентов вузов, волонтеров общественных организаций, членов молодежных советов предприятий Союза машиностроителей России. Форум станет площадкой для общения молодежи с работодателями Сибирского федерального округа. Для участников пройдут мастер-классы, выездные встречи и знакомство с опытными специалистами различных отраслей экономики. Жительница Наукограда начала снимать кино в доме престарелых, пишет бейский рабочий. Представить свою работу на федеральном канале Нине Сборновой удалось с первого раза. Ее видеоролик не просто показали по телевизору, но и наградили главным призом. Записать забавное видео получилось случайно, помог любопытный кот. Нина Васильевна и Зверька встретила на прогулке в парке прошлой осенью. Его охоту за птичками и сняла на видео. Запись смонтировала и отправила редакторам популярной передачи, от которых совсем скоро получила приглашение. Теперь Биченко намерена снять кино о доме престарелых, где живет с 27 лет. В Барнауле открылся первый благотворительный магазин, сообщают аргументы и факты. Новый магазин принимает у жителей вещи в хорошем состоянии и выставляет их на продажу по низким ценам. Всю выручку направляют на реализацию программ благотворительного фонда «Облака» и социального приюта «Успех». В магазине на проспекте Социалистическом, 59, можно купить детскую одежду по цене от 20 рублей, а также одежду, обувь для взрослых, сумки, аксессуары по цене от 50 до 300 рублей. К зимнему сезону здесь представили более 2000 вещей. Отметим, в Красноярске первый благотворительный магазин «Все за спасибо» появился еще в 2003 году. В таком же формате работают магазины в Ижевске, Новосибирске и Санкт-Петербурге.